Всем привет, с вами Хоккей Стик и сегодня у нас на тесте клюшка фирмы, которую мы еще ни разу не держали в руках, но, естественно, не тестировали. А именно, фирма Тру, модель клюшки Project X. Приятного просмотра, поехали! У нас на тестах были, пожалуй, все бренды Bauer, CCM, Sherwood, Yofa Titan. Но никогда не было Тру, у нас как-то не складывалось общение с их представительством и, о чудо, они открыли в Санкт-Петербурге представительство и в честь этого события прислали нам эту модель. За что им отдельное спасибо за то, что прислали и нам будет действительно очень интересно. Ну, давайте поговорим о самой клюшке. Визуально здесь ничего цепляющего глаз в хорошем смысле нет. Я имею в виду, нет отверстий в крюке, нет дополнительного ребра на шафте. Все достаточно классически и стандартно. Данная клюшка, как всегда, имеет и стандартные характеристики. Это 85-й флекс, загиб Митч Марнера, игрока Toronto Maple Leafs. Другими словами, обычный стандартный загиб. Как всегда, если мы найдем в интернете достойный материал и узнаем, какие технологии используются при создании данной модели, то мы сделаем ссылочку в описании под этим видео. А теперь давайте о цифрах. По моей информации, данная модель стоит 21 990 рублей. В принципе, достаточно стандартный прайс для топовых моделей. Плюс-минус тысяча. Стандартный прайс. Давайте узнаем вес. Я думаю, что здесь цифры будут достаточно интересные, потому что в руках клюшка кажется достаточно легкой. И 358 грамм. Как я и говорил, легкая. Но узнаем, как она проявит себя на льду. Поэтому сейчас мы перемещаемся на ледовую арену Купчина. А еще я совершенно забыл сказать о том, что это клюшка с нижней точкой прогиба. Поэтому наш тест мы традиционно начнем с бросков. Поехали! 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 сходу конечно у клюшек с нижней точки прогиба сильная сторона это броски с пол зоны броски быстрые без подготовки и данная клюшка именно нацелена для решения этих задач в первую очередь нацелена для решения этих задач поэтому повторюсь если у вас эта клюшка кажется в руках то вы можете рассчитывать на хорошие и убойные броски лично мне больше всего понравилось исполнение бросков сходу так называемый ван таймер когда тебе отдают пас и ты касание переводишь шайбу ворота от этих бросков я кайфанул больше всего броски бросками но теперь давайте перейдем контролю шайбы и поговорим немного о шафте поехали контроль шайбы шафт как всегда обо всем сумме чтобы вы понимали если станете обладателем этой клюшки но я начну себя как только я взял эту клюшку в руки она сразу легла нам не сразу понравилось явно ее преимущество это вес и мне нравится очень легкие клюшки а эта клюшка она действительно легкая поэтому в контроле она мне понравилась опять же шафт никаких у меня нареканий нет она очень органично ложится в ладони и ее действительно комфортно держать то есть ничего тебе не режет руки я скажу так если сравнивать с ощущениями то это ft3 pro это серия vapor и это рекер м95 поэтому я в плане контроля и в плане комфорта от этой клюшки восторге она мне действительно нравится и думаю понравится и вам пока греемся традиционно поговорим о дизайне и про обратную связь что вы писали мне в инстаграм когда я вам задавал вопрос про клюшки тру дизайн данной модели мы оценили в три с половиной звезды что касательно обратной связи она скорее касается предыдущих поколений таких моделей как 9.0 если месяц не изменяет память я боюсь ошибиться в маркировке конкретной модели в общем были большие нарекания по прочности писали то что клюшки ломаются что слабые крюки если этот изъян в данной модели я сказать не могу об этом нам скажет только время так как у нас еще в руках абсолютно новая клюшка поэтому как обычно следите за моим инстаграмм и вы все там узнаете возвращаемся на лед и продолжаем тест мы снова на льду и переходим к заключительному тесту щелчки начнем с бросков сходу тест на прочность мало ли сломается разгоняясь и щелкаю по щелчкам ну конечно эффекта вау здесь нет и лично мне в этом тесте не хватило жесткости это не говорит о том что клюшка плохая хорошая конкретно жесткость 85 я думаю если было бы на ступеньку повыше там 97 сотка какой следующий шаг я честно не знаю то я бы кайфанул больше потому что во время выполнения щелчков при моих антропометрических данных при моем щелчке момент касания крюка в лед я прям чувствовал как у меня клюшка изгибалась и потом я наносил бросок и тут характерная особенность если ты чуть-чуть в этом моменте потеряешь точку соприкосновения первого касания шайбы и крюка и выполнишь бросок неправильно то с большим процентом у тебя получится плохой бросок у тебя получится какой-нибудь косяк какая-нибудь ковыряшка поэтому мне не хватило жесткости а так безусловно броски сходу до если попасть то летит хорошо броски встречные броски с места как я и всегда говорю конечно щелкать она щелкает безусловно это топовая клюшка да это еще и ограниченная серия безусловно она щелкает но если расставлять по порядку конечно более опасно и более эффективно она на рубеже пол зоны либо вообще в непосредственной близости около ворот но здесь давайте уже перейдем к выводам и поговорим и так давайте делать выводы клюшка true project x клюшка с нижней точкой прогиба очень легкая поэтому ее главное оружие это безусловно броски со средней и с небольшой дистанции от ворот противника хорошие быстрые броски она для этого сконструирована она для этого построена и здесь безусловно она сильно очень хороший шафт клюшка что лично мне понравилось что клюшка очень хорошо ложится в руки из-за этого сезона в один ряд я могу поставить клюшки ft3 pro и шеруд рекер м95 и вот эта третья клюшка который ты берешь и буквально с первого касания она сразу ложится в руки мне это понравилось мне это понравилось и как следствие небольшой вес данной модели делает достаточно удобным контроль шайбы понятно что от веса не зависит контроль шайбы но жизнь в этом моменте становится чуточку проще и плюс еще возвращаясь к моим словам что клюшка легла в руки в сумме это дает приятное ощущение что касательно щелчков синей линии щелчков сходу безусловно щелкать можно но это не ее сильная сторона лично мне не хватило жесткости но опять же это не говорит о том что это плохая или хорошая модель надо было наверно взять чуть-чуть пожестче по обратной связи от вас из минусов вы очень много действительно писали о том что это клюшки хорошие но их обратная сторона медали это то что они не прочные поэтому не знаю что будет с этой моделью покажет только время и как я и говорю следите за моим инстаграмм там я об этом обязательно расскажу потому что как только вы увидите это видео на этом тест не закончится я продолжу эту книжку нагружать и смотреть как она себя ведет на более длительные дистанции в общем если мере штампами хоккейными по моему мнению эта клюшка естественно больше подойдет нападающим нежели защитником вот такой твой мой вывод надеюсь это видео вам понравилось не забывай ставить лайк подписываться на канал также огромное спасибо моим партнерам в частности экипировочному центру формы за предоставленную локацию для проведения съемок ну и конечно бренду true за то что они предоставили эту клюшку благодаря тому что открыли представительство в санкт-петербурге как обычно все ссылки в описании под этим видео с вами был хоккей стик хоккей сердце увидимся это значит по скриптум я начал снимать ленту для того чтобы сделать фото на превью к слову почему мне не хватило жесткости клюшка разлетелась вот здесь вот на крюке пошла трещина вот так неожиданность хорошо что мы уже все отсняли вот так вот так